Крупные куски, мы начнем набирать их тряпкой. Вот эту темноту центра, опять же из этих трех темноту центра, начнем набирать, создавая намеки на рисунок, ориентируясь от середины. Ну, почти в середине торчит, да? Вот по ширине. Эта штуковина устремлена к краю, но не дошла, обозначила. Обозначила, набрать так темно, как там и есть. Потом будет прикольно. Частично мы будем вынимать рисунок вот таким образом. Вот таким. Это красиво? Красиво. Частично будем укладывать густятинку краски, обрисовывая силуэт. Еще красивее, правда? Раздавливая красочку. Посмотри, как. Как по-городски звучит. Давай так. Небо потом, да? Ну, небо вот ты же, когда будешь обкладывать, а потом немножечко подымило. Все, уже и небо. На холсте. Это ты вытерла в надежде сделать светлее. А нужно было не вытирая, а подкладывая светлую тональность. То есть вещество краски нам нужно. Это вот большая ошибка новичков. Они светлые добывают вытирание. Нет. Вещество краски сохраняется на холсте. Потом ты берешь мастихин, берешь беллица и загоняешь сюда, вырисовывая интересную далечку. Смотри, сбрасываешь краску с мастихина, который отчеркивает какие-то силуэты. Помогаешь пальцем. И снова помогаешь разбелыми. Если что, дополнишь идейку вот такими. Ну, к примеру, я вот сейчас не всматриваюсь, просто к примеру вот такими. То есть геометричность городской среды, городских этих макушек. вот они светлости, раздавливательна и расштриховывательна там, где нужно мягко расштриховывательна. Но края с густотой краски. Хорошо? То есть тоже густоты краски. Я не попыталась, не получилось. Масло на хлеб мазала, да? Приходилось? Вот так же, как масло на хлеб. Плотно. Ладно? Ладно? Давай так. Нормалечечек. Вот эти вот, в общем, проходила. Значит, доберешь белил и сходишь на небо, создашь светленькие вот эти акварельные повисшести. Есть там, да, такая повисшесть? Можно чуть-чуть теплиночку вот эту задействовать. Вот так вот повесишь это дело. Понятно, что в категории точный рисунок новичок сразу страдает. Да. чтобы это место удобно сделать, заслонила. Заслонила. Раздавила. А теперь начинаешь уточнять, вырезая вот так. прикольно? Смотри, как геометрично, как архитектурно, да? Ну, я, к примеру, там, у тебя немножко дом выйдет сюда ближе. Вот эта даль всегда так замечательно звучит. Хотя, это не такая уж и даль, но, в принципе, звучит как даль. Вот этот, вот эту башеночку, может быть, несколько расширить. тоже взять белильца, отсечь, раздавить красочку, раздавить и потом уточнительно в том числе очень геометрично ляжет. Вон, даже окошечко образовалось у домика. То есть, вот если этот ход сейчас прочувствуешь, будешь молодцом. Чередование мутностей и жесткостей очень выгодно звучит в живописи. В живописи и в рисунке. Поэтому, где-то даешь очень жестко, где-то даешь очень жестко, а где-то сохранится мутный характер. Вот смотри, сейчас здесь появился жесткий характер, а здесь чуть-чуть может быть мутнее. Опять жесткий, допустим. Просто чередование сама выберешь, так сказать, кому дать больше жесткости, кому меньше. Но я имею в виду, что это красиво, когда есть чередование жесткого и мутного. Мутновато, жестковато, вот в таком ключе. Накидаешь. Здесь, в центрике, мастихином создашь некоторое звучание геометрии улицы. можно вот такими отрезаниями произвести часть рисунка. То есть, опять же, жесткость, мутность. И посмотри, как формирует... Там акварель, там как-то по-своему произошло. Мы делаем по-своему. То есть, чередуем вот эти вот... жесткие подрезания и мутности. То есть, замаскировал в среду, в пятно. То же самое и здесь. мало ли что там. То есть, геометричность и степень темности нас здесь больше интересует. после этой акварельности... вернее, после этой жесткости вот такая акварельная дождяка. Угу. к примеру. Прикольно? Очень. Вот из этих жестикуляций должна произойти картина. Жестикуляций. Прояви жесток, сяк, бряк, используя геометричность, мутность и контрастность в сочетаниях. Вот. Контрастный, а рядышком мутный. Это все будет красиво. Машиночка произойдет вот таким образом. свет на капоте, свет на крыше, темниночка, темниночка отражения. Прикольно? Шовно там такое, да? А красиво. А потом поставишь вот такие нарядности и у картины появится цвет. И можно уже не дописывать. В том-то и дело. Ой, какие сладости. Посмотри, что делается. Можно потом их чуть-чуть сбить. Сладости? Да, очень. можно белячоники где-то там понатыкать. То есть вот этот холодноватый свет мерцает на металлических предметах, еще где-то на мокрости предметов. Давай. Коричневизны. брительные не заметила. Бреющие вот эти вот тоже стоило подсунуть. Не-не-не-не. Когда накидала, накидала. Машина слишком вниз ушла. То есть она немножко на уровне нашего зрения. То есть она где-то здесь. вот здесь где-то и тоже нагрубила, потом опустила. Ну, в общем-то, ты так и поступила. Единственное, что... здесь мы с тобой хотели, чтобы ты подштриховала. Так надо же свет. Смотри, какой там светлый и теплый. Мы что бы и хотели... Я бы это так и делала. Нету. Там намного светлее. Смотри, там небо принципиально светлее, чем земля, да? У тебя пока нету значит понабрать светлоту и напустить ее сюда. Хорошо? Да, это же опять. Вот. Бельки хотелось бы тоже увидеть. Да, Лена. Лена. Вот такими. Ага. Вот такими звонкими. Да? Да. Замечательно. Он тоже мочишь. Свет с этой стороны машины есть там, да? Нашвырять. Какое-нибудь интересное движение осуществить и повесить тоже. то есть, я поиграл с ним, да? Дождался, когда что-то красивое произошло, все, бросил. вот эти звуки. Мало ли, от чего. Может, это разметка, может, может, просто остаток след от машины. сплошное. Да. Человечки это сначала пятно. Это отражение. А уже потом, когда ты пятно немножко обработала, то есть, не сразу рисуешь человечка, а сначала ставишь пятно и смотришь, как его можно эффектно обработать. Ты видишь, я и снаружи, и изнутри, и отражение. Плюс, бликующие, так же, как и на всех остальных предметах, бликующие проявления. Может быть, даже так. Ну, или тогда уже взять тоненькую кисточку и чуть-чуть подрисовать. Ну, там есть, есть тоненькие. Ты висишься, вроде сейчас. если что-то кисточкой чуть-чуть докалякаешь. Значит, там посветлить. А смотри, как прорастает, правда? Просто. То есть, ты как бы темный цвет почему-то не просто ассоциировала с другими цветовыми. Хотя, вот именно грязный, фиолетовый, испачканный, испачканный коричневым, вот он более подходящий. Валял дуракан, смотри, он навалял конструкцию. Моя, это свеча. Можете попить хвост, если жить. А я заб Speaker можете встретить зацепление континента. Да. Прикольно, что это не просто пятнышко, а целая серия отражений на одном каком-то выступе, на другом и так далее. Появился еще один план. Смотри, это заслоняет то, и там между ними дымка. Произошло так. Очень любит свет вот эти вот ущелья. Вот туда уходящее ущелье. Свет прямо обожает туда заходить. Да, прямо вот ушло, ушло, ушло за счет вот таких световых забегов. Прикольно. Можно вот так успокоить напряжение штриха. Вот в такую дымку забрать. Можно дополнить каким-нибудь звуком, даже тихим звуком, почти неразличимым тонально, а уже какая-то интересность. Свет, я-то поправлю-то поваляла, да? Нет? Теперь там свет, да? На той части. А там жесткость появилась. Тоже прикольно. Некоторый полосатый характер ухаживания. входящих вдаль слоев. Большой слой неба, ступень поменьше, поменьше и так далее. То есть идея полосатости к линии горизонта очень выгодна. Согласна, да? То есть сразу ступени ухода в перспективу, а стало быть больше километров расстояния. Ну, если хочешь, можешь чуть-чуть под край подпустить кое-где напряжение силуэта и чуть-чуть прорисовать. А можешь уже и не трогать. Можешь и не трогать, ага. А, да, да, супер! Ой, мы их не заметили, мы так увлеклись. Нет, я их заметила, просто я их точно даже не пыталась. Конечно, вот такие конструкции, они очень украшают городской пейзаж. Смотри, я ставлю и тяну. Стягиваю вниз. Вот этот жесткий рисунок. Очень выгодно всегда. По CAS。 ПОИТА ТНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тик. Ада实ρί avenue для духовки. Тоже акцентным образом рисуем. То у нас напряжение, то у нас вялый рисунок. Едва может быть даже различимый. Какой-то блик там упал, ничего толком не видно. Кладем, тянем, кладем, тянем. Добавляем. 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 Продолжение следует...